всем привет это новый выпуск дневника фаната и сегодня мы представляем наш новый проект который мы давным-давно уже начали разрабатывать и сегодня мы решили его начать показывать проект это футбольный клуб народная команда этим летом из жизни ушел легендарный человек георгий Александрович Ярцев и нам было принято решение добавить в это название его инициалу народная команда имени Георгия Александрович Ярцева что это такое что за концепция этого футбольного клуба и наверное многие уже догадались но мы все-таки расскажем это Влад наш спортивный директор Владислав Влад давай расскажем нашим зрителям о концепции нашего проекта кто в нем будет участвовать кто мы такие и какая цель у нашей футбольной команды на самом деле давно появилась идея того чтобы как-то показать себя футбольным мы знаем что Сережа это наш гатуза я звоню Серегу говорит давай делать команду у нас сейчас ситуация такая что мы не ходим на стадион мы не гоняем по выездам мы не видим с пацанами с братвой давай сделаем команду для того чтобы пацаны приходили кайфовали сами могли тоже поучаствовать в жизни этой команды в игре концепция простая все те кто болеет за спартак то каким-либо образом относится к спартаку это выпускники нашей академии это известные личности так скажем медийные наши люди которые находятся в команде это активные фанаты это люди с трибуны в общем красно-белое сообщество которое существует в этом мире мы решили этим проектом объединить мы не будем себя называть медийным футбольным клубом ну как сейчас многие да там себя называют мы не медийный футбольный клуб но мы очень популярный футбольный клуб и в наших выпусках мы вам будем рассказывать о тех людях которых мы уже взяли себе в коллектив даже не то что того взяли а с кем мы это создали потому что каждые пацаны они что-то несли свое что-то вносит до сих пор те же ребята из академии те же наши звезды те же наши блогеры комментаторы обычные наши фанаты они каждый сейчас вносит частичку в команды и у нас получается очень классный проект который надеюсь понравится и вам в общем не будем вам сейчас раскрывать всех карт начинается первый выпуск новой истории нового проекта назовем это также новым форматом ну что дневник фаната а теперь и народная команда теперь и народная команда все на нашем youtube щеки короче садимся поудобнее начинаем смотреть узнавать по нашей команде кто что почему подумал на все получится у нас уже нет у нас других вариантов все все мы уже снимаем мы уже сделали поэтому друзья надеемся на вашу мощную поддержку мы идем на футбольное поле будем делать историю погнали наконец-то я так этого ждал со всей силы прям так что парни давайте к делу блин ну многие знают давно но мы пытались создать команду в честь таких двух чудат 100-летия клуба 50-летия фанатизма мы приняли решение не откладывать этот долгий ящик и создать команду пока так скажем на добровольных началах всем спасибо кто приехал во первых надеюсь что эта история вырастет все более глобально и в следующем году там мы куда-то уже заявимся сто процентов в этом году план такой начиная потихоньку обкатывается тренироваться кого-то привлекать концепция простая все кто здесь находится кто будет пополнять те люди в любом случае будет носиться к спартаку так или иначе поэтому надеюсь как на ваше понимание профессиональный подход к делу мы не можем обозраться так мы уже собрались на спартаке мы должны если что-то сделали перейти до конца таких примеров куча у нас дух совершенно другой красно-белых поэтому надеюсь мы все-таки из этой тренировки там через полгода посмотрим назад и скажем ли я красавцы мы собрались мы сделали мы доказали вот кудрив антон алексеевич это наш главный тренер временно-временно надеюсь что он пополнит наши ряды вот но если все попрет и антоха не захочет с нами играть и тренировать то велкам антон согласился быть тренером поэтому дальше тоже к нему относиться на тренировках там с уважением алексеевич там как хотите за полем ну соответственно антоха тоха там кто как его называют вот принципе все можем сказать антону поэтому спасибо парни за спасибо за доверие с вашей стороны руководство просто попросить получать удовольствие сама ребята уважительно без травм на поле все нужны поэтому сегодня по тренировке так уж мы продолжим все разомнёмся передачи удары квадраты и футбол конца проверяем поэтому если у кого-то 10 вопросов вы попытаетесь нет то можно начинать а Ан, парни, тренемся. Как видите, вода течет рекой. Там, конечно, пацаны поселение. Попозже возьмем интервью, да? Опять кивни. Вот, молодец. Ан, не отвлекай, мы же испортики. Профессионалы собрались здесь. Алексеевич просто затравил. Мы? Как тебе первая тренировка? Отлично. Интересно. Даже гол забил. Ну все, хотел бы всем сказать спасибо за тренировку. Всем молодцы, давайте поаплодируем. Вот, опять же, какая-то индивидуальная растяжка. Привет, спина. По-моему, что-то покрепче уже. Представитель мероприятия, кому уже пора? Два дня, и больничная. Капарный счет добавить, касаемо там будущих дел, забыл сказать. У нас будет телега, народная команда, когда будет выходить вся медийная история, там, стренировок, видосики, там, какие-то баловства и так далее. На канале Дневник фанатов будут выходить уже конкретно ролики. В октябре, вот, примерно так они будут происходить, с таким же успехом. Вот, в октябре будет делаться экипировка, и, соответственно, скорее всего, в октябре будем уже проводить какие-то товарищеские матчи. Точно, как бы, это наша база будет, потому что клуб содействует нам в этом. И отношения наши должны быть тоже такой же, потому что... Поэтому это, как бы, повторюсь, не разовая история, это такая большая программа. Надеюсь, у нас все получится. Поэтому... Первая тренировка в нашей истории, в истории народной команды имени Георгия Ярцева. С нами наш главный тренер Антон Алексеевич Ходорев. Непривычно, да? Чего поздравить с началом проекта, такого большого. Понравилось отношение, атмосфера, потому что немаловажно. Я думаю, на этом может строиться все это содержуха. Будем подводить всех общих знаменателей. И думаю, что, наверное, скоро нам в будущем уже играть в матчи, чтобы... Перейдем к этому обязательно. Есть, есть у нас крутые ребята, поэтому будем потихонечку строить свою команду, будем потихонечку показывать, раскрывать. И обязательно в ближайшее время в нашем телеграм-канале и в телеграм-канале народной команды пошла ссылка, мы будем выставлять новости, будем делиться контентом. И также у нас будут отборы. Отборы? Да, друзья, все, кто имеет отношение к «Спартаку», кто играл в «Спартаке», кто болеет за «Спартак» и понимает, что он может усилить команду. Скоро дадим информацию, куда присылать свои анкеты, какие-то, может быть, видео, кто где играл. Обязательно будем делать просмотровые тренировки и делать настоящую народную команду. Сто процентов. Здравствуй, Владислав. Приветствую. Слушай, ну что делаем с командой? Что у нас по футболистам? Потому что ты заявлял, что будет достаточно большое количество у нас воспитанников в Академии. Да, у нас очень многие ребята поддержали эту историю. У нас, знаешь, такие многие ребята, которые есть, что доказать «Спартаку», что они еще могут играть, интересные. Да, у кого-то не получилось по определенным причинам. Но мы еще также проводим отборы, смотрим. Кого-то ищем, кого-то теряем, кого-то найдем. Серега, будем честно, то, что у нас произошла ситуация в связи с тем, что мы не попали ни на один из турниров по медийной лиге. То есть, основное, понятное дело, нас ждут в третьем сезоне. Мы над этим работаем, хотим себя показать. По второй лиге, все, кто в курсе этой темы, знают. Да, мы ее можем тоже рассказать, но я думаю, не стоит. Вот, поэтому мы потеряли очень многих игроков интересных. Например, это Александр Степанов, который сейчас играет за Тудроц, играл на Кубке. Давайте так сразу, парни, скажем. Александр Степанов не СТ. Не СТ, да, да, не СТ. Хотя СТ мы тоже потеряли. Но это будет в отдельном видеоролике. Да, мы также потеряли голкипера Влада Елефренко, который играл в Красави, воспитанник нашей Академии. Да, он сейчас играет за команду на спорте. Вот, еще очень многих ребят. Но я надеюсь, что сейчас ребята чуть-чуть разберутся, поймут, что эта движуха такая у нас серьезная. Потому что, знаешь, там тоже некоторые думают, да, шуточки, хаханьки. Нет, тут у нас все серьезно. Ты серьезен? Я очень серьезен. Я серьезен. Санечком, кивнись, ты серьезен. Серьезен? Вот это все. Поэтому сейчас пацаны немножко начнутся, мы со всеми на связи. Я почти каждый день с ними лично переписываю, спрашиваю их мнения. Потому что мы же народная команда. Ну, и все должны делать вместе. Пацаны тоже придут. Слушай, ну, надеюсь. Ну, ты знаешь, за тему про Баженова, типа, я же с ним когда общался, когда он уже ушел в WatchTV, мы же как-то говорили, что Никита Баженов, Рому Шишкин, который в наших парнях, не знаю, знает, правда он об этом или нет, я про Шишкина и Прудникова говорю, но мы их типа дали в аренду. Народная команда На ты нам цвета Это Леха. Все? Короче, с Леха играли в универе, познакомились универ мира на юго-западе. Собственно, была у нас команда, сборная института. Короче, Леха, да, разговорились, болеет за Спартак, все. Все, короче, и сейчас перед первой тренировкой, в этот раз была, буквально за три часа до тренировки, я вспоминаю про Леху. А мы что, не общались с Городей, да, да? Мы последний Леху флэл бегали. Три часа до тренировки, успеешь, он просто берет, срывается и приезжает. На первой тренировке показал очень неплохой результат по непропущенным голам, и мы дали легкий шанс, потому что мы даем шанс всем, правильно? Мы придумали для пацанов челленджи. То есть мы поделимся на две команды, скорее всего. Проведем банальные челленджи, и победитель этого челленджа получает от начальника медийной флэллы лиги 10 билетов. Матч, который состоится в субботу на нашем родном стадионе, на стадионе Спартак, где будет играть Амкал против ФК-10. Это первый приз будет. Второй приз – это будущий челлендж с ребятами из Тодроц, только с теми ребятами, которые болеют за Спартак, либо с Амкаловцами. Там тоже полно ребят, кто болеет за Спартак. Соответственно, также на нашем канале вы увидите. И третий подарок – это ящик пива. Это будет утешительный приз. То есть ящик пива заработает не команда, которая победила, а команда, которая проиграла. Если бы ты сказал заранее, то все бы пытались проиграть. Да, да, да. А тут проигравшая команда получает ящик пива. Ну все, погнали. 37 минут. 20-37. Команды нет на поле. Друзья, смотрите, время 40 минут. Тренировка началась в половину. Вопрос спортивного директора в главном тренде. Ребят, что происходит в нашей команде? Еще лишь вторая тренировка. Вторая тренировка. Настрой запредельный. Сегодня будем... Как думаешь, получше будешь сегодня? Я буду стараться, по крайней мере, ты знаешь. Посмотрите, Рома Маккарт. Человек от крестов только что отошел. И сразу на футбол, да? Пацаны, вы уже поиграли в медийных клубах. Илюх, ты-то где только не играл, где только не сутился. И в Матч ТВ, и в реалити, да. Слушай, ну... Расскажите про концепцию этого клуба. Что вы думаете? Вообще супер идея. Особенно, если будет поддерживать там кто-то со Спартака и с ГЛАЗ. А они в любом случае будут поддерживать? Они в любом случае, я думаю, да, должны поддерживать. Не, это будет просто супер отличный движ. Во-первых, я хочу отметить то, что у нас будет больше всех фанатея. Клубы, которые сейчас в Ютубе, да, футбольные появились. Они все вот рассказывают про своих игроков. Там вот у нас такой, там играл все. А у нас прикол в том, что у каждого есть своя история. И вот, например, Рома Макар, который сейчас чуть-чуть подупал, да, у парня вообще супер история. Сейчас восстановился от крестов, от очень серьезной травмы, как вы все знаете, да. И изъявил огромное желание играть за нашу команду. Потому что, когда я с ним первоначально вышел на связь, вот, он бывший игрок футбольного клуба Реалити, мы поговорили, он говорит, блин, Влад, у меня есть там тоже какие-то предложения, там, от тех, от тех. Давай, говорит, я возьму там день подумать и тебе перезвоню. Блин, пацаны, вы не поверите, его звонок был через 20 минут. Он позвонил мне и сказал, я посоветовался с друзьями, с женой, и понял, что, блин, цвета не придают. Я только за мясо, за Спартак. Поэтому Рома – это человек, который всей душой просто любит Спартак. И я думаю, что и так же полюбит народную команду. Сейчас сделаем две команды. Первое задание – удар слета за штрафной. Второе – из-за спины кидаем, в одном попасть. Третье у нас – пенка. Ну, либо будем их просто смеять в очередности. Четвертое у нас – 10 вокруг мяча. Один на один и лонгшот, да. Все, погнали. Смотри, выше ворота. Ну, либо мимо просто. Хороший, бля, я уже 1-0, я уже выиграл, почти, бля. Тринер за три, тринер, давай. Это мимо. Можно команду поместить? Это лишнее, это лишнее, что-нибудь. Пока вот это все проходит, скажи мне честно, как Владу, как тебе эта вся движуха? Чувствуй себя деревом. Через себя, аж, знаешь, приходится. Уж хочется, но не умеется. Ну, слушай, ну что, может, давай? Нормально. Давай, может, передадим привед нашему общему с тобой товарищу. Кому? Сереге? Сереге-бразильцам. Да, Сереге-бразильцам. Давай, выходи уже, епта, играть. Ты что, бля, только обещаешь. Ждем тебя здесь, бразильские ножки. Бля, пацаны, ну если Бенк у вас по девяткам, бля, забивает, то я в следующий раз по-любому приеду тоже. Пошел, я с тобой. С тобой я, Влад Исташевский Влад. Давай, Влад, вперед. Еще один удар. За всех Владов, Влад. Давай, Влад. Ну, ну. Вышли! Зато он медийный игрок. Рыночное отношение, что ты скажешь? Влад, красава, брат. Да! Я же сказал, бля, 3-3. Короче, во втором раунде у нас 1-1, общий счет 3-3. Не поймем трогать. Давай, давай, выход будет. У-у-у! Получится у нас трючок сделать принародную команду? Гимн? Гимн, да. Возможно, я думаю, да. Вполне почему нет. Поняли? Еще и заработаю. Могу приложить со своей стороны некие усилия в этом вопросе. Так что, ребят, как говорится, кидайте рифмы в комментарии. Мы выберем лучшие. Народное через эро типа пишется. Давай, да, реально сделаем. Пусть ребята накинут в комментарии какую-то рифму про народную команду, про нашу движуху, которую мы делаем. Мы с тобой выберем лучшие. Ну что? Все, пора на челлендж. Влад, Влад, вставайте рядом, загадывайте желания, и у вас все сбудется. Народная команда, рыночные отношения. Да давай ты, что я? Раз, два, три, четыре, да. Еще не забью. Да! Есть! Пошел! Я блядить надо! Уже бить! Один есть! Давай, 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 хорош! Пошел! Ты пошел! Давай, давай, бей, бей! Пошел! Бля, 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 все, мы выберем. Нормально, башка кружится, кстати. Держ кружится, бля, сейчас бы не упасть. Да, вообще так кружит голова почему-то. Странный эффект. Давай, бей, бей, бей! Не думаешь, так жестко будет. Давай, бей, бей! Давай, бей! Найдем, бей! Давай, вперед! Ты просто спокойно, блин. Забей! Дальний, резкий, дальний. Дальний, резкий или ближний. Дальний, резкий или ближний. Первый. Уверенно, уверенно! Вот она! Это всё. Вот, плюс пять. Антон Ходорев, команда. Девять. Девять баллов. Девять. А у вас четыре пять. Один у вас забили. Пять. 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 Девять. Девять. Пять. У тебя какая удобная? Правая. Правая? Она с неудобной. Серьёзно? Парни, первое место, кто победил, идёт в эту субботу на матч Амкал против ПК-10. Это точно приз? Так там же вход безклад. Это первый приз. Второй приз для команд победителей. Это челлендж, который мы сделаем в удобное время с ребятами из Тудроц либо из Амкал, которые болеют за Спартак. То есть там есть человек шесть в Тудроц, кто болеет за мясо. Ну и человек шесть в Амкале. Мы сегодня с ними общались. Они, в принципе, не против. Нужно будет подобрать время и будет ещё за нас играть специальный гость. Ну, как член нашей команды, который сейчас находится в аренде. Это Никита Баженов. То есть, да, мы подберём время. Это, короче, вот. Создравляем вас с выигрышами челленджа. Сплатир для моей команды. Расстраивайтесь сильно. Спасибо. Молодцы. Парни, ну, а наша команда забирает учительный приз. Это ящик пива. Ребята, ну тут хочу представить нашего Виталия Дьякова. У нас он свой. Нет, это Серёга, Дёма. Наш товарищ, который тоже, как и все, мы тут болеем за Спартак. Дём, ну, пару вопросов. Во-первых, ты здесь отвечаешь или в своём телеграм-канале, о котором мы оставим ссылочку в описании? Всё вместе можно совместить. Всё вместе. Дём, что думаешь по поводу команды всей этой движухи вообще? Ну, я очень рад, что, во-первых, спартакская движуха, наверное, самая первая из тех фанатских движений, которые есть. Поэтому в Спартак всегда должен быть первым и даже в этом деле. По поводу пацанов, которые сейчас в команде, потому что, давайте так честно скажем, ты выполняешь роль центрального полузащитника, смотришь, поднимаешь голову, кому отдать. Что, думаешь, получится у нас сделать боеспочённый коллектив такой, готовый бороться за трофеи, при этом медийно показывать интересный. Не медийно, а популярный футбол. Да, уверен, что у нас всё получится. Потому что у нас другого варианта вообще нет. Опять же, проходитесь на Спартак. Мы всегда должны быть первым. Я думаю, будем честно говорить, что, Валя, есть что сказать академии, да? Потому что многое там провёл, много играл матчей. Сегодня твоя первая тренировка. Надеюсь, не последняя, тебе всё понравилось. Что думаешь? Да, мне очень понравилось. По-моему, мы с тобой. Да, 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 всё верно. Ты мне объяснил, что это за проект вообще. И я подумал, почему нет. Всё-таки родные цвета. И давно в Сокольниках тут даже не был. В академию, да, старый? Вспомнился, знакомый запах. Прям ехал, наверное, на этом же трамвайе. Прям ностальгия была, и прям с улыбкой сюда шёл. И ребята вот из команды, с кем ещё и в дубле пересекались. И вот, главный тренер наш. С ним тоже. Антон Алексеевич, конечно, да. Тоже с ним были. Сейчас он уже тренер, получается, мой. Ну, такой чуть-чуть, да? Да, чуть-чуть. Спасибо, что был сейчас с нами. И будешь с нами, да? Да, конечно. Поэтому мы надеемся, что левый флаг защиты у нас застопорён. Забетонирован, назовём вот так. Прекрасные парни. Атмосфера супер. То, что мне нравится, думаю, вам нравится. И как сегодняшний тренировка прошла у меня очень позитивно, ещё прекрасно. В плане футбола, естественно, что у нас будет ещё именно уже подготовлено футбол. Ну, именно конец на 11. Поэтому мы сейчас просто знакомимся с ребятами. Проводим какие-то челленджи. Поэтому всё работа, только ещё очень много работы. Всё впереди, тут начало. Большой историей будет. Братва, мы тем самым продолжаем искать команду. Это такой у нас сериальчик, да? Сейчас будет, я думаю, многим будет интересно это смотреть. Кстати, ты как сегодня выиграл челленджи? Смотрите, челлендж был специально проигран для того, чтобы порадовать пацанов. А они тренера нельзя проиграли, да? Ну, тренер сегодня остался без пива. Это уже хорошо. Здорово. Реально кайф. Вспоминаешь детство. Я просто сегодня вспоминал, как вот все наши парни, да, в основном потренировались в академиях, в школах спортивных. Ты когда приезжаешь не просто попинать мяч там, либо выйти во дворе, а есть всё-таки тренер у нас, да? Есть какая-то программа тренировки. Вот сегодня мы челленджи эти сделали. На той тренировке просто хорошо побегали в двух сторонках, также позанимались с мячами. Это кайф, это круто. Ещё раз можно сказать спасибо Антону. Потому что, ну, блин. Ну, легенда. Будущая легенда. Будущий пэп Гордиола наш. Да, вот. Поэтому Антону респект. Ну, а наша команда продолжает, как сказал Влад, нарабатываться, искать талантов красно-белых обязательно. Ну и, соответственно, всем рады. Пишите обязательно. Я знаю, что, Серёга, хочу сказать, Алексеевич. То, что вот я сейчас разговаривал с ребятами, да, я на первой тренировке, на той меня, к сожалению, не было. И пацаны прямо ходят, они говорят, блин, вот сейчас здесь такой наш спартаковский дуб. Бывали сейчас Винниченко, да, мы с ним стояли разговаривали. Он говорит, блин, я ехал на том же трамвае в Академию, что и раньше. Ностальгия 100%. Ностальгия 100%. Поэтому я думаю, что мы делаем большое дело. Это кайф, это вообще кайф, парни. И, как говорят, как сказал нам Бэнк, народная команда через РО. Погнали. Погнали. Потому... Порцой 1 Бэнк Бэнк Субтитры создавал DimaTorzok